Открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин выявил сильнейших. На протяжении двух дней за призовой пьедестал боролись более ста спортсменок. В Чубаксаро приехали и неоднократные чемпионы прошлых лет. В Чувашскую республику представляли семь человек. О чемпионах и не сбывшихся надеждах репортаж Дмитрия Ковалева. Она отвечает на вопросы сквозь слезы и превозмогая боль. Вероника Чумякова, надежда сборной Чувашии осталась в одном шаге от победы, получив травму колена. Хотя казалось, что медаль высшей пробы уже в руках. Золото с минимальным отрывом в два очка завоевала спортсменка из Казани. Но к работе судьи у тренеров были вопросы. Действие было немножко привзятое. Судья Москович, такой же судья, который постоянно зажимает именно чувашских спортсменов, сильных спортсменов. Будем лечиться, работать дальше. Я думаю, что это не серьезно, раз она наступила на ногу. Недели две, я думаю, восстановится и будем продолжать бороться. И готовится в январе на старт, 24-27-го. На Ярыгинском турнире будет гран-при Ивана Ярыгина. Пассив не мне должны были дать, а ей. Я работала всю складку. Я хотела уйти, сделала дальний бедро. В итоге я колено согнула и туда потянула. В итоге он хрустил. На первую ступень пьедестала не удалось подняться и Алене Тимофеевой. В сопернице спортсменке из Чувашии достался крепкий орешек. Неоднократный чемпион Хурилхуу Балартуя. Она в красном трико. Звезда команды Монголии завоевала 7 очков. После неудачного боя Алена пообещала сделать выводы. Настрой был. Вполне нормально себя чувствовала. Когда выходила на ковер, была уверена в себе. На этих соревнованиях я участвовала впервые. Ну, можно сказать, довольно результатом. Хотелось бы большего. За Чувашской командой два серебра. Рекордсменами по числу наград открытого Кубка по вольной борьбе стали монголки. Сухие Царинчимет среди чемпионов. Золотая медаль турнира на ее счету. Вторая по счету. Мы очень любим Чебоксары. Я приезжала сюда раньше. В 2016 году на открытом Кубке России по вольной борьбе я также стала чемпионкой. Рада, что вы проводите такие турниры. Спортсменки, которые здесь выиграли первые золотые медали, они становились призерами чемпионата мира. И это мне очень нравится. И это очень подушевно. Чисто душевное соревнование, мне так кажется. Открытый Кубок по вольной борьбе на призы главы региона завершает сезон. Ключевая задача на перспективу – отобрать спортсменов для Олимпиады 2020. На путевку претендуют большинство участниц турнира. Для того, чтобы дать провести еще более высокое мероприятие, проводятся соревнования тестового характера. Тестового характера вы прекрасно проводите и уже готовы практически любого уровня провести соревнования. Что касается девочек – красивые, хорошие, успешно выступают. Я думаю, любое место, которое они занимают, у них сейчас проходящие такие соревнования, в которых они отрабатывают определенные какие-то тактические заготовки. Глава республики отметил, что количество борцов вольного стиля в сборной команде страны должно увеличиваться. Для того, чтобы развивать этот вид спорта, в регионе откроют специализированный центр. Доверие – это дорогого стоит, мы ценим и дорожим. Второй шаг касается уже финансовой вставляющей, надо оснастить, надо где-то реконструкции сделать. Мы сделаем со своей стороны все для того, чтобы без ошибок сделать этот центр с помощью Министерства спорта Российской Федерации и с помощью Федерации по спортивной борьбе. В Ледовом дворце Чебоксар и Арена разыграли 10 комплектов наград. Кроме медали, спортсменам вручали и новый приз турнира – фарфоровую матрешку. В командном зачете – победа за Москвой. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Борис Андреев и Андрей Шоклев. Республика.